Всем привет! Меня зовут Михаил и это наш блог «Есть вопросы». Сегодня в субботнее утро мы записываем очень важную тему – гранты. Я постараюсь быть информативным и при этом кратким. А для тех, кто хочет подробностей, есть ссылка в описании на запись вебинара. Там все очень и очень подробно. Так, для начала, что же такое грант, или точнее образовательный грант? Грант – это полная или частичная компенсация стоимости обучения. Иногда грант также включает в себя компенсацию стоимости проживания, питания, перелета и тому подобных вещей. И еще сразу хочу оговориться, что сегодня мы будем говорить только про обучение по степени бакалавриат-магистратура, так как на языковой год и предыдущую подготовку, как правило, гранты не распространяются. Какие же бывают гранты в китайские вузы? Это гранты правительства КНР, гранты Института Конфуция, гранты консорциума China Campus Network, также есть гранты городов и провинций и есть гранты отдельных вузов. Про гранты городов, провинций и отдельных вузов мы сегодня говорить не будем. Там очень много особенностей, про каждую из них надо говорить индивидуально и плюс это не такие популярные гранты. Сейчас мы будем сравнивать три основных вида гранта и я более подробную табличку помещу под видео внизу. Ну что, поехали? Каждый из этих трех видов грантов требует ежегодного подтверждения, то есть ваша успеваемость должна быть не меньше, чем минимальные критерии вашего гранта. У Института Конфуция есть еще одна особенность ежегодной аттестации. Вы должны каждый год сдавать чизкей на определенный уровень, определенные баллы, чизкей и кей тоже сдаете. Если вы эту аттестацию не проходите, то вы лишаетесь стипендий и даже можете быть отчислены из вуза. Выбор вуза. В грантах, провинций и КНР и Святой Конфуция вы сразу выбираете три вуза, куда будете подавать документы на грант. В грантах, провинций и КНР вы также выбираете одну специальность на все эти три вуза и и потом в финале вы не можете выбрать, в какой из этих трех вузов вы поступаете, какой вуз вас примет, туда и вы должны поступать. Грант и СН в этом плане гибче. Вы выбираете вуз и специальность, конкретную уже специальность на предвузовской подготовке. Соответственно, вы можете съездить в эти вузы, будучи уже в Китае, посмотреть, познакомиться с профессурой и узнать точнее, какой вуз вам нужен. И, что самое главное, вы сами влияете на то, в какой именно вуз вы получите грант. Что касается выбора специальностей, в грантах правительства Китая и в грантах CCN широкий выбор специальностей, а вот Институт Конфуция сфокусирован на китайском языке и культуре, и здесь вы можете выбрать только такие специальности, как преподавание китайского языка на международном уровне, история Китая, китайской филологии, ну и подобные специальности. Знание китайского языка. Если вы подаете на грант по программам правительства КНР или Институт Конфуция на бакалавиат и магистратуру, то тут требуется сразу знание китайского языка и сертификаты ЧСКИ от уровня 4-5 выше. Если вы подаете на языковый год по правительству КНР, здесь, конечно, можно без китайского языка поступать. Что касается грантов CCN, здесь знание китайского языка не обязательно, так как вы будете проходить International Foundation Program CCN, в рамках которой вы изучите разговорный, академический, предметный китайский язык и пройдете курс культурной адаптации. Виды программ и язык обучения. Для всех трех видов грантов доступны бакалавиат и магистратура на китайском языке, а для грантов правительства КНР еще есть гранты на английском языке, есть докторантура и крайне-крайне мало, всего 6% от общего объема грантов, есть гранты на языковый год. Критерии отбора. В грантах правительства КНР Института Конфуции на самом деле критерии отбора крайне непрозрачные, вы просто отправляете документы и все, вы ничего не знаете о том, как, почему, с кем вас сравнивают и так далее. В грантах CCN критерии прозрачные, они размещены на сайте, там есть все развесовки, вы знаете, за что, сколько баллов вы получите, и вы можете даже заранее узнать, какие категории грантов вы можете получить. Подача документов. В грантах правительства КНР и Института Конфуция вы с самого начала должны собрать все документы, материально заверенные копии, переводы, заверенные копии переводов, все это отправить. Еще хочу сказать, что огромное количество вузов по этим грантам, и вы должны самостоятельно в них разобраться, какой вуз вам подходит, и выбрать вузов, которые подаете документы. В грантах CCN, во-первых, вы сначала понимаете, проходите вы на грант или нет, только потом начинаете собирать документы. Во-вторых, у вас будет персональный консультант, который подскажет, какой вуз вам подходит, поможет выбрать и подать документы в лучший вуз. Сроки объявления результатов. В грантах правительства КНР вы будете ждать аж целых 6 месяцев, чтобы узнать ваши результаты. В Институте Конфуция это займет несколько месяцев, порядка трех месяцев. В грантах CCN до двух недель потребуется, в зависимости от того, как вы будете заполнять документы для того, чтобы узнать результаты конкурса грантов. Еще несколько фактов. По грантам Института Конфуция вам нужна будет рекомендация от Института Конфуция вашей страны, так как предпочтение при распределении грантов отдается тем, кто учился по программам ИК. И если вы отучитесь по программе Академический год плюс магистратура по специальности преподавателя китайского языка как иностранного, то вы будете обязаны отработать один год в одном из Институтов Конфуция. Что касается грантов консорциума CCN, то у вас будет две попытки получить грант. Одна здесь в России, вторая уже на International Foundation Program там в Китае. И лучшая попытка пойдет в зачет. Плюс, помимо финансовой компенсации грант, CCN включает в себя различные академические и карьерные сервисы, такие как связь с работодателями, курсы, стажировки и так далее. Вы можете подробнее почитать это все на сайте консорциума. Многие думают, что для того, чтобы претендовать на грант, нужно быть круглым отличником, иметь золотую медаль, тысячу выигранных олимпиад, и если этого нет, то даже не подступишься. Конечно, это все нужно, и чем выше ваша успеваемость, чем больше у вас достижений, тем больше шансов получить грант. Но если даже вы учитесь на отлично и хорошо, вы старательный ученик, старайтесь, пробуйте, у вас может получиться. Конечно же, это не все, что можно рассказать про гранты. Как я уже говорил, по ссылке в описании есть видеозапись вебинара, там все детальнее. Оставляйте также заявки на нашем сайте, наши консультанты все вам подробно расскажут. И смотрите наш влог. В следующем видео у нас будет тема выбор вуза и рейтинги. Мы подскажем, как правильно выбрать вуз. Ставьте лайки, оставайтесь с нами, будет очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!